Пять, четыре, можно два, дрожжи, три, два, один, сброс. Путь любого телекорреспондента начинается с упражнений для постановки голоса и дыхания. На мастер-классе по ораторскому искусству азы профессии повторяют педагоги медиа-образовательных организаций. Они приехали на конференцию по молодежному телевидению, которая проходит в Петрозаводске уже четвертый раз. Здесь каждый участник и ученик, и учитель. В этом ее уникальность. Иногда бывает смешно, когда профессиональные телевизионщики учат педагогов, как работать с детьми, они сами этого не умеют. Здесь смысл в том, что приезжают педагоги и наполняют конференцию содержанием сами. То есть каждый из них привозит свой опыт и проводит какой-то мастер-класс, тренинг и делится тем, что у него получается. Конференция организована в рамках проекта «Энтузиасты школьного ТВ. Поддержка продолжается». Его финансирует фонд президентских грантов. Это позволяет привезти, поселить и накормить всех участников. В течение трех дней педагоги проходят мастер-классы по молодежному телевидению, публичным выступлениям, видеосъемке, монтажу и анимации. Медиасфера стремительно развивается, педагогам нужно идти в ногу со временем. Так все чаще используют возможности нейросетий. Такой мастер-класс тоже был. Многие ребята спят и видят себя различными блогерами и так далее. Но для того, чтобы каким-то образом успеть создать что-то такое интересное, то нужно иметь знания в том же дизайне, в том же виде обработки, звуковой обработки. Поэтому это, я думаю, им очень сильно пригодится. В другом классе учат мастерству стендапа. Это когда в телесюжете корреспондент появляется в кадре. Теория мастер-классов быстро сменяется практикой. Нам сейчас необходимо с коллегами самим создать стендап. Какой-нибудь оригинальный, креативный, естественно, оправданный. Ну и, собственно, показать его друг другу. А для нашего репортажа запишите стендап? Думаю, да. Конференция по школьному телевидению собрала медиапедагогов из 16 регионов нашей страны, в Северном Петрозаводске, где и встретила настоящая зима. Минус 10 градусов, и это в ноябре. Рад в такой погоде только специалист из города Кандалакши в Мурманской области, потому что это крайний север, и там сейчас минус 20. Илья Лопухин, Тамара Ветлова, Алексей Миронов, Служба новостей.